Сначала мне показали вот такой душик, вот такую леечку и сказали сможешь ли ты сделать подобное вот так чтобы это выглядело но такого у меня конечно не получилось, у меня получилось по-другому А у меня получилось вот примерно так. Ну а как все это получилось, сейчас я вам все покажу подробненько. Фиона и Роби. Да конечно, и тебя побывать это обязательно, обязательно Сегодня наши очумелые ручки. Будем изобретать душевую лейку из медных трубок Ручная работа. Посмотрим, что из этого получится Более подробно хочу рассказать, каким образом спаиваются трубки. Сначала мы вот так обрабатываем внутреннюю поверхность, чтобы была видна разница обработанная поверхность и необработанная. То есть мы зачищаем и снимаем небольшой слой. Можно вот такой вручную сделать. Ну и точно также вручную можно такой штучкой сделать. Снимаем канавочку и потом затем обрабатываем снаружи. Наружную часть тоже необходимо немножко снять, чтобы она замечательно входила в любой фитинг. Когда мы отрезаем труборезом вот таким, все равно небольшая завальцовочка остается. Поэтому, чтобы этого не было, мы снимаем наружный слой. Фасочку так называемую. Вот здесь она не снята еще, вот здесь уже подготовлено. Все это для того, чтобы у нас фитинг аккуратненько зашел вот сюда. Но это еще не окончательный вариант, потому что еще необходимо зачистить эту поверхность, чтобы она была блестящей. Сейчас покажу какой. С помощью вот такой штучки мы аккуратненько зачищаем стык и становится у нас вот такой. блестящий, почти как настоящий. Слой сняли, теперь обрабатываем его флюсом и паяем. Итак, получилась у нас вот такая заготовка. Но я сейчас подумал и предложил сделать побольше, сделать еще одну здесь, одну здесь и одну здесь, чтобы было как можно больше похоже на душевую лейку. Так что сейчас будет продолжение. Война войной, обед по расписанию. У меня очень удобное расположение объекта. Буквально в шаговой доступности. У меня есть замечательнейшее место. Самый шикарный ресторан. Вон так. И там делают очень вкусные такосы. Вот так выглядит кухня на колесах. Выбираешь себе еду. Минут десять-пятнадцать она готова. Очень удобно. Все здесь на колесах. Так, сегодня у нас будет... Одно другого вкуснее и красивее. Но, наверное, вот это выглядит красиво. А еще здесь дают бесплатно супчик с морепродуктами. Нет, наверное, вот это. Та стадо вобоба. Такая у меня получилась шведская стенка. Сейчас я ее спаяю и затем буду сверлить отверстие для того, чтобы равномерно все выливалось. Потом покажу, как это выглядит. Ну вот, такая получилась душевая лейка. Все швы пропаяны. Сейчас я насверлил великое множество правильно направленных отверстий, чтобы это все превратилось в модную душевую леечку. Таким образом подготавливаем душевую леечку. Засверливаем ее на равном расстоянии. Крайние немножко направляем струи вовнутрь, чтобы они в стену не били. И крайние с этой стороны тоже слегка смещен угол. И таким образом у нас должна получиться леечка. Испытание покажет, будет ли равномерный излив. Но если нет, крайние возможно эти стороны придется чуть увеличить диаметр отверстий. Следующее задание это вот такая старинная раковина. Нужно выход на холодную горячую переделать. Обрезать метные трубы, опустить вниз. И там все это сделать заново. Поставить вот такую красоту сюда. А вот это вот, это 45 года, все убрать. И сделать подсоединение правильное. К старинному-старинному чугунью. Вот так вот. Так что продолжение следует. Нескоро я отсюда иду. Демонтировал я, ребятки, отсюда вот эту старую раковину. Обратите внимание. Вот вся она, вот этой фирмы, она полностью сделана из алюминия. Вот такой толщины. То есть сантиметра три толщиной. Весит она невероятное количество килограмм. Пупок чуть не надорвал. Лопнутая вот. Посмотрели сейчас, она на аукционах 40-50 долларов стоит. Многие используют ее для каких-то своих декоративных целей. Жизнь невероятная. С медным сифоном зато. Ха-ха-ха. Вот так вот. Этот дом 45-го. В то время делали из чугуния все. И вот из алюминия ничуть не легче, чем чугуней. Эта чушка просто невероятная. Интересно, каких я вот все пытаюсь представить. Из каких таких вот соображений выливали раковины такой толщины? У меня слов нет. Одни вопросы. Задача на сегодня. Безобразие старое отсюда убрали. Теперь необходимо здесь сделать выводы на раковину. И стиральную машинку подсоединить тоже сюда. И соединить все это вот с этой замечательной довоенной канализацией. И вот эта красота, чтобы стояла здесь. Вызов принят. Примс. Да, еще я сегодня прикупил вот такую себе штучку. Очень удобно. Баллончик можно бросить в сторону. И работать вот такой горелочкой. Очень удобно. С ней еще идет такая сумочка. Ее можно... Баллончик пристегается. И на пояс даже вешать баллон. А это втыкать в такое... Как в кобуру в такую. Вот. Такая легкая, забавная штучка. Полезная. Сегодня снова... Снова сегодня я в этой... Своей любимой закусочной. И... Отведаю сегодня вот такое блюдо. У них оно называется... Фомаус... Тастада... Лалока. В общем... Морепродукты всяческие. Будем отведывать. Вот таким образом теперь выглядит вся эта разводка. Все старенькое отсюда выкинули. Поставили такую модную раковину. За место той алюминиевой. Мощной. Вот так выглядит в лучах заката. Почти доделанной. То, что хотят здесь сделать. Это значит вот такая душевая лейка. Вот так она выглядит. Холодная, горячая вода. И также уже... Вот эта зеленая, это смешанная будет водичка. Для... Сейчас еще осталось мне немножечко. Вот здесь спаять. Вот здесь. И сюда еще необходимо насадку одну. Сейчас съездят ее привезут. И доделаем. Вот таким образом выглядит окончательный вариант. Здесь будет вот такой поддон. Выложено все. И поддончик будет стекать в сторонку. С этого душа. Сейчас это я пока снимаю не зачищенный вариант. Сейчас я попробую обработать его. И посмотрим, как это будет выглядеть. Специальным средством для меди. После очистки. Интересное средство, после которого медь просто засияла. Ну вот так это выглядит. Сейчас мы попробуем это включить. Вот так выглядит этот душик. Часть струй я сделал, чтобы от стены били. Часть, чтобы сюда били. По идее должно быть достаточно. Для среднего человека.